Привет! Друзья мои, одним из главных вопросов, которые сейчас обсуждаются на каждом шагу, это вопрос дефолта. И я перед тем, как объясню, что такое дефолт, это хорошо или же это плохо, хочу вам показать одну из главных амбассадоров движения за дефолт, Александра Дубинского. Но сперва давайте вспомним, кто такой Саня Дубинский и чего стоят его слова. В Украине самая дорогая электроэнергия для потребителей в Европе, если чуть ли не сказать в мире, это все проверяется. Саня, ты не думал, что если это так легко проверяется, то тебя легко, опять же, перепроверят и поймают в очередной раз на лжи. Неправда. В Украине одна з найнижчих у Европе цін на электроэнергію для побутовых и непобутовых потребителей. И вот такой человек, как Дубинский, сейчас на каждом шагу кричит, что дефолт это классно, это клево, что это единственная возможность оздоровить экономику Украины. Садимся за стол переговоров и говорим, мы вам 15 миллиардов за этот год не отдадим, ну потому что эти деньги мы должны забрать у нашего населения. Собрать деньги и отдать вам. Да пошли вы. Поэтому, когда начнем говорить о том, что дефолт придет гулять к какому-то страшному краху, я, во-первых, а, не знаю, что может быть страшнее, чем те условия, в которых мы живем сейчас, б, он может привести к краху только тогда, когда пизденка останется на таком же уровне и не будет уменьшаться. Да, вот так сейчас Саня говорит о дефолте, но его позиции меняются от того, как меняются позиции его хозяина. И в 2017 году Дубинский говорил совершенно другие вещи о дефолте. Любое прекращение взаимоотношений с Международным валютным фондом означает автоматическое банкротство. Как только прекратится сонничество СМВФ, страна банкрот – это то, что нужно России. Давайте же разберемся, что такое дефолт. Говоря просто, дефолт – это кризис, банкротство и кошмар для простого гражданина. Со стороны банкрота не списывают долги, как манипулируют Дубинских, а их просто реструктуризируют. Как в жизни все имущество должника описывается, а ему дается ровно столько мат-помощи, чтобы он мог погасить долг. Кроме того, дефолт – это отсутствие инвестиций, обесценивание национальной валюты, тотальная инфляция, пустые полки в магазинах и экономический откат для страны на 10 лет назад. Про это Дубинский не говорит, хотя прекрасно знает об этом. И не говорит лишь по причине того, что после дефолта будет прекращено сотрудничество с МВФ, и его хозяин Коломойский вернет себе обратно приватбанк. Один из главных аргументов в сторону дефолта заключается в том, что, мол, Греция его прошла, ну и ничего страшного. Но это наглая ложь и манипуляция. В Греции был не дефолт, а технический дефолт. А это не банкротство, а при наличии денег просто отказ платить по долгам. После чего Евросоюз выделил для Греции, как известно, серьезные ассингнования. И заставил греков пойти по пути жестких реформ и урезания социалки. Аргументы в сторону Аргентины, прошедшей через дефолт, и вовсе смехотворны. Ибо после него начались бунты и беспорядки, которые сумели погасить только танками. Нет, спасибо, это не значит никак не хочется. Слушая передачу Дубинского, я не мог не сделать вывод, что Дубинский блестяще разбирается в экономике. Он действительно в этом вопросе большой умница. Он прекрасно осознает, что такое дефолт. Но вынужден лгать и манипулировать, чтобы протолкнуть и затолкнуть эту идею, которая выгодна его хозяину. Ведь Коломойский не только получит себе банк назад, но и многие олигархи за копейки скупят госсобственность. Так что любой, кто вам говорит о том, что дефолт это хорошо, отписывайтесь от такого человека. И больше его не слушайте и не смотрите. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok